Мы как раз в нашей недельной главе и книга, которую мы читаем, то что называется Левит, она очень много говорит о храмовом служении, или точнее о скинии собрания, в котором проходило служение. Сегодня даже немножко Женя затрагивал эту тему, насколько левиты, насколько священники, они очищались, они посвящали себя для того, чтобы начать службу. Когда-то Бог, Он вывел Израиля из Египта. Когда они еще там были, Он говорит, пойдите в три дня пути и придете на гору и совершите мне работу, совершите мне служение. И что происходит? Что за служение они должны были совершить? Мы видим, что когда они приходят на гору Синай, Бог дает им разные повеления, Он им говорит построить скинию. И в скинии есть много разных принадлежностей, которые служили для Бога поклонения. И вот то, что там происходило, это называлось Божьей работой, это называлось Божьим служением. И иногда сегодня мы читаем, мы смотрим на это, все это описание, что там было, для чего, как это делали. И нам это кажется очень нудным. И мы думаем, зачем вообще нам это сегодня нужно? И вообще, говорит ли это о чем-то к нам сегодня? Может ли нам это что-то показать? Жертвенник там, который был, не жертвенник, зачем оно нам надо? Как? Актуально ли это вообще сегодня? И я хотел немножко сегодня поговорить о самой скинии, из чего она состояла? И какие образы уже тогда она имела и имеет в наше время? Знаете, если это внимательно рассматривать, то мы можем увидеть действительно богослужение в наше время. Через скинию, через те принадлежности, которые там были, мы можем увидеть, можно сказать так, этап верующего человека, как он приходит к вере. И вот здесь вы видите рисунок, может быть не очень хорошо его видно, но скиния собрания, она состояла из некоторых вещей. Первое, то, что это было, она была огорожена. Огорожена снаружи, это называлось двором, двором скинии. В него внутрь входили левиты, входили священники, и внутри там стояло две вещи. Первое, это был жертвенник, большой медный жертвенник. Второе, за ним, это был умывальник, медный умывальник, в котором священник омывал руки и ноги, прежде чем он мог войти в саму скинию. Внутри скиния состояла из двух отделений. Первое, это было место святое называлось, или святилища. И в нем были следующие принадлежности. Это была минора, которую вы видите на рисунке. Там был золотой жертвенник, на котором священник воскурял фимиам. И третье, это был стол с хлебами предложений. И самое важное место в скинии, это было святое святых, в котором находился ковчег завета. И внутри него лежало несколько вещей. Кто помнит, что там было? Там были скрижа Лизаветы. Еще что-то там было? Там был жезл Аарона, который расцвел. И он говорил о том, что вот оно избрание. Через Аарона происходит избрание. Еще там что-то было? Там была манна. Тот хлеб, который Израиль ел на протяжении сорока лет, когда они ходили в пустыне. Все это являлось вместе свидетельством Божьего присутствия. И как это все актуально, и как это все говорит к нам сегодня. Знаете, когда человек, он живет в этом мире, и иногда не знает Бога. Есть такие, которые знают, с детства растут, но все равно приходят к какому-то перекрестку, когда они должны сделать выбор. Как им поступать? Жить ли по вере их родителей? Или пойти своей дорогой? А некоторые приходят к этому, понимая или что-то переживая в жизни. А некоторые и не приходят. Скиния, она стояла посреди стана. То есть вокруг скинии находились палатки всех колен. И она была центром всего. Думаю, здесь вот очень важно, чтобы мы могли понять. Если в нашей жизни Бог, он является центром, тогда будет происходить что-то в нашей жизни. Тогда будет являться его свидетельство. Когда мы Бога ставим на другое место, на второй, на третий, на четвертый план, когда мы его убираем в сторону, то служение, оно не будет таким активным. Тогда Божья воля, Божье свидетельство, оно не будет проявляться в нашей жизни. Я думаю, вот это вот очень важный первый урок, который мы можем выучить для самих себя. Скиния, она стоит в центре. Все шатры были обращены к ней. Когда наш взгляд обращен на Бога? Когда мы ставим его на первом месте, когда мы пытаемся, как сегодня Женя говорил, освящаться, удовлетворять его, служить ему, тогда в жизни будут происходить и чудеса, и знамения, и все остальное. Это еще не говорит о том, что мы должны быть сразу успешные какие-то, потому что не в этом цель. Цель в том, чтобы мы могли его познавать. Первая вещь. Центр. Бог, он стоит, или должен стоять на первом плане. Скиния, она была огорожена вот этими забором, можно так сказать. И не всякий человек мог туда войти. Но вот это вот как раз и есть первый этап. Приходя к Богу, что-то в нас происходит. Каким образом может человек прийти? Только когда Бог прикасается к нему. И когда он входит вот в этот вот двор, самое первое, что он видит, на что он натыкается, это жертвенник. Вот это и есть начало пути верующего человека. Он приходит извне, из своей жизни, в которой он живет. Что-то меняется в его голове. Он понимает о Боге, может быть понимает свое состояние. И на самое первое, что он натыкается, это жертвенник Божий. Этот жертвенник, он был сделан из меди. И можно увидеть, поискать, даже порыться в интернете. Медь, она всегда являлась символом суда. Символом суда. Того суда, который говорил, что любой грех, он будет осужден. Любой неправильный поступок, любое отклонение от Божьей воли, оно должно быть осуждено. Должна пролиться какая-то кровь. И это мы видим с самого начала избрания Божьего народа. Что за всякий грех следует осуждение и наказание. И вот это вот начало нашего пути. Что интересно, что было на этом жертвеннике, на нем горел огонь. На нем горел вечный огонь, который никогда не погасал. Он горел постоянно. И написано, что священники и утром, и вечером приносили жертву, который назывался Корбан-Тамид. То есть, постоянная жертва. Постоянная. Огонь не мог прекратиться на этом жертвеннике. Он горел постоянно. Кровь была пролита. И постоянно был этот огонь. Знаете, когда я об этом размышляю, я вижу, что жертва Ишуа, она постоянная жертва. Это та жертва, которая не прекращается. Она была один раз принесена, раз и навсегда. И вот эта вот кровь, которая была пролита, она во все века, и вперед, и назад, она несет свою функцию. Она очищает. Постоянная жертва. Так же, как огонь, который не прекращается. И эта кровь, она была пролита в осуждение наших грехов. Вот этот вот жертвенник, который мог очистить человека, приходящего туда. Он является символом Ишуа, чья кровь пролита один раз и навсегда, чтобы очищать нас. Что еще интересно, что у этого жертвенника, у него были по краям рога. Рога, на которых кропилась кровь. И в Писании мы видим несколько раз такие места, это было не всегда так, что человек, который совершил какое-то преступление, может быть, за ним гнались, он мог прибежать и ухватиться за рога этого жертвенника. И когда он находился там, то его нельзя было наказать смертью. Но это было только в том условии, что он согрешил ненамеренно, что он раскаялся в своем грехе. И знаете, это удивительно. То есть, когда ты держишься за рога этого жертвенника, то ты полностью предаешь себя в Божьи руки. Ты полностью предаешь себя на Божью милость. И наказание, наказание, оно не достигает тебя. Подумайте только об этом. Когда мы держимся за Ишуа, когда мы принимаем то, что он сделал для нас, то, что он искупил нас, то нету наказания. Это то же самое, что мы держимся за рога этого жертвенника. Но не всегда это работало. Это не работало в тех случаях, когда было сделано намеренно преступление. Когда человек хотел сделать, и он не раскаивался. Знаете, мы читаем в посланник евреев, где написано, что если мы нарочно грешим, то не остается более жертвы за грех. Тогда могли прийти и даже с жертвенника взять его насмерть. Когда мы произвольно грешим, то кровь Ишу, она уже не работает. То этот жертвенник, ты можешь хоть на нем сидеть, но он ничего не стоит. Кровь не проливается, кровь тебя не очищает. Но когда ты в раскаянии пришел перед Богом, и ты понимаешь, что Ишу совершил для тебя, то нету наказания. Твои грехи прощены. Знаете, что интересно, все время Бог израильскому народу говорил про жертву. Жертвы приносились, приносились, приносились. И знаете, даже сегодня, в наше время, Господь до сих пор желает жертвы. Может быть, это звучит странно, но написано конкретно. Павел говорит, предоставьте себя в жертву живую. Как раньше Бог хотел жертв, так Он и хочет их сегодня. Но сегодня Он хочет нас, живых, но на жертвенники. Что это значит? Он хочет, чтобы мы могли представить наши тела, наши руки, наши глаза в служение Ему. Когда ты на жертвеннике, то ты полностью от себя отказываешься. Ишуа не зря говорил об этом, и не один раз говорил об этом. Он говорит, трудно быть моим учеником. Не всякий может это осилить. Говорит, когда человек строит, пытается построить город, он должен сесть и вычислить, а может ли он, а хватает ли у него финансов, а хватает ли у него вот этого усердия и сил. Или когда человек идет на войну с армией против другой армии, он должен посмотреть, сможет ли он осилить ту армию, может быть, у него мало сильно солдат. Он говорит, не так легко быть моим учеником. Ты должен взвесить все. И только после того, когда ты взвесишь, ты должен понимать, что путь, он тяжелый. Бог говорит, я хочу ваши тела на жертвенники, но живых, чтобы вот этими вашими телами, всем, что вы имеете, глазами, руками, ушами, ногами, вы могли мне служить. Я хочу использовать вас для служения. Это то, о чем сегодня Женя говорил, чтобы мы могли ближе и ближе приближаться к нему, и служить не только самим себе и получать служение, но могли отдавать его, могли служить другим, чтобы являть Божью милость. Вторая вещь, которую мы видим после жертвенника, там стоял умывальник. Он тоже был сделан из меди. В него священник приходил, умывал руки и ноги. И только после этого он мог войти в святое. Знаете, очень интересно. Мы иногда приходим к вере. Мы можем прийти, покаяться, попросить прощения за наши грехи. Мы можем даже начать служить, представив наши тела в жертву Богу, пытаться что-то делать, но Господь говорит, это еще недостаточно. Это только начало пути. Потому что некоторые, попросив прощения, продолжают жить своей жизнью. Но вот приходит вот этот умывальник. Ты должен, хочешь войти дальше. Потому что ты находишься сейчас всего лишь во дворе. Но есть что-то более святое. Есть святое место, в которое ты входишь. И именно там происходит твое ежедневное служение. Именно туда заходили священники, а не левиты. Господь говорит, вы царственное священство. Вы люди, взятые в удел. Но он говорит, если вы мне хотите служить, то вы должны пройти эти два этапа. Сначала вы должны отдать себя на жертвенник. Но есть второй этап. Вы должны очиститься. Очищение. Оно символизирует микву. Священник приходил туда не просто, чтобы омыть какую-то свою чистоту. Миква, она всегда служила очищением для нового этапа в жизни человека. Например, женщина, она делает миквы раз в неделю. Но если она выходит замуж, она делает отдельное омовение. Почему? Потому что она подготавливает себя для чего-то нового. Священник, когда он шел, заходил, его сердце должно было быть настроенным. Его дух, душа, оно должно было настроенным быть на Бога. Он омывал руки, омывал ноги. Ишуа когда-то сказал, что омытому нужно омыть только руки. То есть, если тебя Бог избрал, Он хочет, чтобы ты продолжил свое служение. И очень важный этап в нашей вере это водное погружение. Именно с того момента началось служение Ишуа. Когда он пришел, и было написано, вот Агнец Божий, который идет и берет грехи всего мира. Именно с того момента начинается истинное служение и твое предназначение. очень часто бывает так, что люди пришли к покаянию, но пренебрегают заповедью. И это действительно заповедь. Когда Ишуа говорит, если не родишься от воды и духа, не можешь войти в Царствие Небесное. Святилище, оно своего рода Царствие Небесное. Если ты не сделал водное погружение, если ты не пришел, посвятив себя Богу, сказав, Господь, с этого момента я хочу начать служить Тебе истинно, я хочу отдать все для Тебя, то ты всего лишь находишься во дворе. Этот шаг, который приводит тебя, чтобы войти дальше, войти вот в это вот святое место. Водное погружение это важный шаг в нашей вере. В вере, когда ты действительно хочешь отдать свою жизнь Богу. Следующий момент, святилище, святое место, это уже внутри Скинии. И в ней мы видим три принадлежности. Минура, хлеба, предложения и жертвенник, который был покрыт золотом и снутри, и снаружи. Жертвенник. Минура. Знаете, Минура, у нее есть семь стеблей. И это было единственное, что освещало Скинию. Скиния очень была покрыта плотно, материалом. И если ты туда заходил без света, то ты ничего не мог видеть. Но из Минуры всегда светил свет. Всегда. Так же, как был огонь на жертвеннике, который не угасал, так же огонь из Минуры никогда не угасал. Знаете, Соломон поставил в своем храме десять Минур, которые символизировали свет для всех народов. Потому что в сумме там получалось семьдесят свечей. И даже наши мудрецы, которые, они говорят, что Минура, она служит освещением для этого мира. Ишуа когда-то сказал, вы свет миру. Говорит, вы свет миру, вы тот пример, который вы должны являть вокруг. И именно этот пример, он является нашим ежедневным служением. Это то, что происходило внутри, в этом святилище. И за дня и в день священник туда заходил и зажигал этот огонь. Знаете, написано в недельной главе, которая называется Баалютха, то есть, когда ты вознесешь, то есть, там написано, что Минура, елей, который туда заливался, он должен быть чистым, он должен быть выбитым. А выбивался он под тяжелым прессом. Господь, когда говорит, вы свет миру, мы должны понимать, что это несет за собой ответственность и непростую ответственность. в этом недельной главе мы читаем, что у Аарона умерли два сына, а он стоял, ему было очень больно, он хотел рыдать, но он не мог. Почему? Потому что у него был определенный статус. Ему Моше сказал, ты не можешь плакать, ты не можешь стоять здесь и оплакивать своих детей, как бы больно тебе не было, пусть они, родственники, оплакивают. Почему? Потому что ты помазан священным елеем. Бог говорит, вы помазаны священным елеем. У вас есть статус, чтобы являть свет этому миру. И непростой свет. Вы должны являть определенный статус. Он говорит, вы должны быть святы, потому что я свят. Я знаю, эти вещи, которые я говорю, может быть, мы и слышим их очень часто. Но подумайте, какой пример мы являем сегодня. В нашей повседневной жизни, не когда мы приходим сюда на шаббат или на каббалат шаббат. Один день в нашей жизни являемся ли мы этим светом. Он говорит, ты должен очистить все, чтобы твой елей был чистым. Я знаю, что когда мы приходим к Богу, есть много всего, что мы тащим за собой. Много груза, много неправильных вещей. Мы пытаемся бороться с ними, пытаемся где-то измениться. Бог говорит, очистись, чтобы ты мог являть правильный пример. Знаете, я думаю, очень важно сказать, что понятно, что мы по природе, мы грешные по природе. И много в нас живет вот этих вот греховных вещей. И знаешь, ты иногда стараешься что-то сделать хорошее. У тебя раз получилось, а где-то не получилось. И я думаю, что человек в какой-то момент он задает себе такой вопрос, а зачем я это делаю? Я как будто выгляжу таким двуличным. Я вроде пытаюсь, но я чувствую, что я-то не такой, я вроде плохой внутри. Я пытаюсь сделать, что это хорошее. И вот он задает себе этот вопрос, говорит, может быть, это не нужно, потому что это как будто не по-настоящему. Понимаете, о чем я говорю? Или не очень? И он говорит, так я лучше не буду это делать, я хочу быть самим собой. Буду поступать так, как я поступаю, и все. Не обманывайтесь. Бог желает, чтобы вы могли приложить это усилие. Бог желает, чтобы вы могли поступить по духу, а не по плоти. Не бойтесь этого, потому что это действительно не наше естество. Мы греховные внутри, но Бог говорит, приложи усилия, чтобы поступить по духу. И может быть, вначале это кажется очень тяжело, но со временем, чем больше ты это проходишь, тем ты сильнее укрепляешься. Не зря написано в Писании, что твердой пищей питаются те, которые навыком научены. Что-то, что ты проходишь постоянно и постоянно ты укрепляешься в силе. Знаете, я вернусь немножко про жертвенник, скажу еще раз. Многие люди пытаются прийти к Богу и прежде, чем они придут, они говорят, я должен сначала измениться и тогда я буду что-то делать. Потому что, как я такой весь греховный, нехороший, могу что-то начать к нему приближаться и служить. Одно из вещей, что жертвенник, он был сделан внутри, из камней. И написано, что камней не должно было железо прикасаться к нему и обтесывать их. Они должны были быть естественными. Знаете, Господь хочет взять нас такими, какие мы есть, со всеми нашими проблемами, со всеми нашими грехами. Он не хочет, чтобы ты изменялся своей силою вначале, а потом только пришел ко мне. Бог говорит, приди такой, как ты есть, признай себя вот этим вот несовершенным, со своими проблемами, и я начну с тобой что-то делать. Тебе придется прикладывать усилия, но я буду делать. Не обтесывайся сам, не прилагай вот этого железа. Будь естественным, таким, как кем я тебя создал, со своими твоими проблемами и несовершенством. Я возвращаюсь к светильнику и к тому статусу, который мы имеем. У нас есть статус, люди смотрят на нас, и написано, что выгодит письмо читаемое. Знаете, когда ты получаешь письмо от своего друга старого, которого, может быть, ты уже год не видел, вот письмо пришло, ты вглядываешься, ты пытаешься уловить каждую букву. Очень часто на нас так смотрят. Может быть, мы об этом не подозреваем, но каждую нашу промашку они говорят, ага, вот видишь, вот видишь, я долгого этого ждал, а все-таки ты вот так поступаешь, все-таки ты неправильно сделал, и потом тебе как будто пятно на всю жизнь. Понятно, мы все люди, но Господь говорит, твой статус, он о чем-то показывает. Знаете, очень интересно в этой недельной главе речь идет о кашруте, о животных. Я никогда этого не понимал, все эти животные. Кашрут, ладно, понятно, но здесь мы тоже что-то видим. Там написано, животные, кошерные, говорит, это те, которые жуют жвачку и лапы раздвоены. Вот, говорит, тех ешь. Знаете, это напоминает человека, который верующий, который говорит Божье Слово, но кроме этого, он делает его, жует жвачку и копыта раздвоены. Он говорит и делает, и вещи, они схожи друг с другом, его дела схожи с его словами. А он говорит, а не кошерная, это тот, который жвачку не жует, а копыта раздвоены. То есть, ты можешь делать супер классные вещи, ты можешь поступать, все правильно делать, лучше любого другого верующего, но жвачку не жевать. Слово Божье не знать. К Богу не приближаться и не хотеть его. Бог говорит, это не кошерно. Он говорит, есть другой пример, наоборот, жует жвачку, но копыта не раздвоены. Проповедуешь Слово, а твои дела отстают от тебя. Ишуа очень часто про фарисеев так говорил. Говорит, вы проповедуете Слово, классно, но что же вы делаете, сами посмотрите. Учеников он учил своих. Что они говорят, делайте. Но что делают, не поступайте так. Жует жвачку и копыта раздвоены. Бог хочет нас такими видеть. Он хочет нас видеть, чтобы мы были в своем статусе, когда наши дела и наши слова, они стоят на одном уровне. Ладно, двигаемся дальше. Хлеба. 12 хлебов, которые символизировали 12 колен Израиля. И Ишуа не раз говорил про себя, что он является хлебом. Он говорит, я хлеб, шедший с небес, я хлеб жизни. Но про хлеб он говорил, что не единым хлебом будет жить человек, но всяким словом. Всегда хлеб, он сравнивался с Божьим Словом. Говорит, твоя жизнь, как верующего, когда ты посвящаешь себя Богу, это не только делать дела и проповедовать, но это наполняться им. Хлеб это то, что давало жизнь. Именно в шаббат, именно в шаббат священники выносили хлеб теплый, они ставили его. И только через следующий шаббат, то есть только через неделю они ели его. Подумайте, неделю хлеб лежал, он засохнуть там мог. Полезно есть хлеб. Полезно. И именно это они делали. То есть именно в шаббат, почему? Потому что именно шаббат это самое благословение, самое благословленное время, чтобы вкушать Божью пищу. Это самое особенное время, чтобы изучать Божье Слово, чтобы напитываться им. И может быть через неделю ты будешь получать результаты того, чем ты питаешься. Это не просто взять и пролистать что-то и посмотреть. Сказать я прочитал. Но размышлять, переваривать, углубляться. Он есть хлеб жизни. Он есть тот хлеб, который дает источник. Золотой жертвенник. Это то, что стояло уже ближе всего к святому святых. И туда священник каждый день приходил утром и вечером и возносил там фимиам. Он воскуривал там определенные средства, которые были сделаны. Это символ нашей молитвы. Он говорил, утром и вечером постоянно на нем тоже горела горе. Молитва. Молитва это часть нашей жизни. Как верующий уже тогда Бог говорит фимиам. В откровении написано, что Иоанн он видит и говорит я видел чаши с молитвами святых. Они были как фимиам. это вот наши молитвы. Но молитвы не которые просто Господь дай. А которые идут по воле Его, чтобы тебя назидать, чтобы других поддержать. Которые молитвы пробивные. Это не когда ты попросил и сказал да, Бог наверное меня не слышит, все, хватит. Но когда ты стоишь в молитве как на пролом. Ты стоишь и вновь, и вновь, и вновь и ты молишься. И Господь слышит такие молитвы. Они где-то накапливаются и потом они приносят результат. Может быть это берет время. Но Господь говорит приходи утром и вечером передо мной. Я знаю, может быть это непросто. Может быть мы иногда думаем где же мне как бы мне помолиться. Где же мне выкроить время на это. Говоришь да, нужно. Но за все суеты ты все забываешь, откладываешь это на завтра. Мы все люди, мы очень загружены. Когда мы стремимся чего-то добиться в жизни, построить что-то. Но Господь говорит не забудь. Ведь это самое важное что здесь есть. Это была одна из важных вещей, чтобы этот огонь там горел, чтобы вот этот вот фимиам он поднимался вверх. То, что дорого Богу Он желает общения с нами. Потому что молитва это общение. Я в прошлый раз говорил об этом в Парашат Шавуа. Господь всю вот эту главу, которую мы учим, всю книгу называет Ваикра. Призвал. Вот это вот важная вещь. Прежде чем приблизиться к Богу и войти в Святое Святых, Он призывает тебя и говорит научись проводить со мной время. Дай мне это время, выдели мне утром, вечером. Это непросто. Но это шаг, который ты должен сделать. Если ты хочешь войти туда вовнутрь и увидеть Божье лицо, Божье откровение, Божий фимиан должен быть вознесен к Нему. И вот ты входишь туда, Святое Святых. Раз в год туда входил священник. И знаете, в нашей жизни, я думаю, некоторые это вообще никогда не переживали, а некоторые переживали. Но это очень редко случается, когда Господь открывается тебе. Когда ты действительно чувствуешь Его так сильно. Раз в год. у каждого это происходит по-разному, но это то, к чему мы должны стремиться. Это то, что важно, потому что именно там Господь являет свое свидетельство. Именно там Он ободряет тебя на дальнейшую жизнь твою, чтобы поддержать твои руки. Этот момент очень важный. Мы, как люди, нам очень легко воспринимать чувства, когда мы что-то переживаем, когда мы что-то чувствуем. Мы хотим увидеть чудо Божьего. Мы хотим увидеть, как Он явно к нам прикасается. Это то, что дает нам силы. Мы можем слышать много слов, и они останутся где-то. Но вот это Божье откровение, когда ты явно видишь, как Он тебя на крыльях своих понес, оно просто придает тебе новые силы, чтобы двигаться в нашем мире приближаешься к Богу, когда ты положил себя на жертвенник, когда ты очистился, пришел перед Ним, ты пытаешься прийти и провести время с Ним, тогда ты можешь увидеть вот это Божье откровение и Божье прикосновение, в котором явлена манна небесная, то, что Он кормит тебя, в котором есть Жезла Аарона, который говорит о избрании, Он напоминает тебе в твоей тяжелой ситуации, Я избрал тебя, ты не сам это делаешь, но Я с тобой. И Тора, скрижа Лизавета, которые говорят, словом твоим я поддерживаю тебя. Давайте просто задумаемся вот об этих вещах, как мы проводим нашу жизнь, действительно ли мы делаем то, к чему Бог нас призывает. мы можем быть зрителями, а можем быть бегунами, мы можем бежать к Богу, а можем бежать от Него, мы можем сосредоточить все наше внимание на нашей повседневной жизни, заботясь о наших проблемах, если мы не поставим его посредине, в центре нашего стана, в центре нашей жизни, то Божье благословение будет далеко от нас. Я хочу помолиться и этим закончить. Аллилуйя, Господь, Ты наш Бог, Ты привел нас на эту землю не просто так, каждого из нас Ты осветил и приблизил к себе, и Ты желаешь показать нам путь новый, путь иной. Я прошу Тебя, Боже, чтобы эти слова, чтобы Твой Дух, он просто прикоснулся к нашим сердцам, чтобы Ты мог изменить нас, чтобы мы могли стремиться к Тебе, Боже, чтобы мы могли проведить время с Тобою, Господь, искать Твоего лица, чтобы наша духовная жизнь могла быть укреплена Твоим словом, нашими правильными делами, Господь, которые по Твоей воле и нашими молитвами, которые как Фимиам перед Тобою, Боже. Может быть, мы не так часто Тебя видим, Господь, видим, как Ты работаешь в нашей жизни, но когда мы приближаемся, Ты открываешься нам, являешь нам свое свидетельство. Я прошу Тебя, Господь, просто обрати нас к Себе, мы несовершенны, мы несовершенны, Господь, и очень часто мы падаем, но Ты измени нас, железом, но чтобы Ты изменял нас, чтобы Ты работал в нас, а нам помоги прикладывать усилия для этого. Я благодарю Тебя, Господь, благослови всех нас, Боже, поддержи, укрепи, измени, во имя Ишума. Амин. Давайте все встанем, сделаем благословение Аарона. Ивархеха дунай ваиш мереха, даруй твой шалом, Господь, на наши дома, на наши семьи, на наш народ, на наших близких и друзей, Господь, чтобы все могли познать Тебя и в какой-то момент сказать Баруха ба бушем адунай. Будьте благословенны, пусть Господь всем вам даст мир. Во имя Ишума. Аминь. Шаббат шалом.